История молодого рака, который не пятится назад, как принято в его семье, а гордо идёт вперёд. Случай с Джованнино, попавшим в страну, в которой нет ничего острого. Разговор мышки и кошки на своём особом языке, который понятен только им. Сказки по телефону Джани Радария ожили на сцене Саровского драматического театра. Из 60 произведений в эскизе творческой лаборатории саровским зрителям показали 8. Я просто фанат Джани Радария, потому что он сочетает в себе два качества, которые я люблю в детских спектаклях. То есть одновременно Джани Радария, конечно же, по своей форме, по выдумкам и придумкам адресован детям. Но кроме этого, его философские размышления, они, конечно, найдут отклик и у взрослых тоже. Поэтому это был вот такой основной, наверное, критерий, чтобы это нравилось семейной аудитории. Комичные, немного грустные, философские произведения для эскиза выбрали разнохарактерные. Розыгрыш эмоций таким показался спектакль одной юной зрительницы. После показа состоялся не менее удивительный и живой диалог. Задать вопрос или поделиться своими впечатлениями с режиссером и актерами мог любой желающий. Подняты на самом деле важные темы и для детей, и для взрослых. Взрослые вспомнили свое детство, но уже сквозь призму прожитых лет. А дети уходят отсюда с некоторыми вопросами, на которые они не получили ответы во время спектакля. И это будет иметь продолжение дома. Это здорово. Когда рождается еще одна тема для какого-то разговора с ребенком о важном. Вот с этими ощущениями мы уходим. Было очень, конечно, неожиданно, что у вас такие сознательные, ответственные, очень внимательные и очень мудрые зрители. Особенно вот эта, так сказать, наша основная цель в аудитории, да, это дети. Вот, это, конечно, было удивительно и приятно. Я знала, что современные дети очень, ну, так сказать, развитые, общительные, но тут, конечно, меня не поразили, потому что, действительно, глубина их суждений прямо потрясала. Эскиз – результат работы Творческой лаборатории Театра нации под эгидой программы «Территория культуры Росатома». В этот раз она посвящена теме театра для детей. По итогу работы зрители увидели три эскиза. Я считаю, что очень хорошие итоги, потому что видно, как актеры включились, как они работали, какая у них случилась цепка с режиссером. Вот они прибегают к нам в кабинет и там задают еще вопросы, еще вопросы к режиссеру. А вот как так, как то, ну, просто видишь, что все заинтересованы, все в процессе, в работе. Помимо подготовки эскиза в Саровской драме прошли занятия по сценической речи под руководством актера и преподавателя Данила Гнедо, а также мастер-классы для осветителей драм-театра и театра «Кукол Кузнечик» от художника по свету и начальника света цеха Центра драматургии и режиссуры Анны Коротковой. Анна Пилипец, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24.